И я хочу вам сказать, что, студируя 7 лет Библию, я поняла, что Библия, Священное Писание – это целая наука, это целая Академия драгоценной моей. И если кто-то хочет понять Библию или Бога, то он должен на самом деле в этом развиваться. И сегодня я хочу поговорить с вами о Четвёртом измерении, так как грядёт Новый год, грядёт Рождество, хотя Рождество у меня на самом деле каждый день. Можно себе праздник устраивать каждый день, не обязательно ждать Рождества, вот как мы привыкли это делать. И поэтому, когда Господь показал мне, что для Него не существует одного дня Рождества, а у Него всегда Рождество, но есть просто особенный день, когда люди празднуют Его Рождество, и Он, конечно, радуется с нами. И так как мы уже грядём, всё ближе и ближе становимся к этому празднику, я хочу сегодня поговорить о Четвёртом измерении, потому что я проходила очень много семинаров у апостола Владимира Мунтиана. Я очень много проводила времени с Богом и училась с Ним мечтать, входить в духовные измерения. И знаю точно, что мы духовные существа. А так как мы духовные существа, мы можем сотворять нереальные вещи, драгоценные мои. И поэтому мы сейчас помолимся и поблагодарим Господа, что у нас сегодня такой великолепный вечер, где мы можем с Ним вместе поговорить о мечтах. Вот, я буду углубляться в эту тему, так как сейчас такое время пришло. Я всегда на Новый год и на Рождество загадываю свои желания. И поэтому буду, ну, немножко давать возможность вам заглядывать, как бы, в то, как это делаю я. Вот. Давайте помолимся. Драгоценный Господь, мы приходим к Тебе, к Твоему престолу, как Твои дети, Отец. Мы не берём ничего чужого, мы берём только своё. Ты сказал, приходите к престолу благодати с дерзновением. Что такое дерзновение? Это святая наглость. Мы приходим к Богу, Отцу, и берём то, что принадлежит нам. И Бог, Он двигал горы, Он сдвигал моря по вере, по вере своих детей. И мы хотим сегодня получить ту же веру, Господь, где Ты будешь сдвигать горы для нас и сдвигать моря, раздвигать моря, чтобы Твой народ видел Твои чудеса. Потому что всё, что невозможно человеку, возможно Господу. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты поведёшь сейчас меня в этой программе, в этой встрече, в этой молитве. И мы поговорим сегодня о даре Божьем, когда мы можем действительно сотворять вместе с Тобой чудеса, Господь. Сами мы ничего не можем, но с Тобой мы можем сотворять чудеса в нашей жизни. И по вере будет нам. Во имя Иисуса Христа молилась я. Аминь. 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 Драгоценный Мэй, я хочу сегодня поговорить о четвёртом измерении, потому что это очень мощная тема. Вы должны понимать, что мы день и ночь создаём какие-нибудь картинки. Хотим мы этого или не хотим, картинки приходят в наш разум. Если мы слышим слово «машина» или думаем о слове «машина», значит, каждый рисует свою машину. Каждый рисует по своему карману машину, каждый рисует по своим воображениям машину, и также дерево, и также какие-то растения. О чём бы мы ни говорили с вами, мы начинаем рисовать картинку. И если зазвонил звонок, у нас есть своя картинка, кто бы мог позвонить. И если кто-то зазвонил в дверь, у нас есть опять своя картинка, а кто бы мог позвонить в дверь, и так далее. И Господь говорит, вы посажены выше всех. Приняв Христа, у нас есть власть создавать свои картинки. Мы можем с Господом создавать свои картинки, именно те, которые угодно Богу. И как я уже сказала, Библия и Священное Писание – это целая академия, это целая наука. И я хочу с вами об этом делиться. И когда Бог мне начал показывать, Нелли, ты создаёшь картинки день и ночь, не замечая этого, но очистив свой сосуд, поняв, кто ты, и прочувствовав, что ты творец, ты можешь создавать свою жизнь сама, заново, с чистого листка. И Господь начал меня этому обучать. Знаете, это очень интересно. Мы воображаем постоянно что-то. Мы воображаем о себе, мы воображаем о других, мы воображаем о каких-то ситуациях. Что бы с нами ни происходило, у нас включено всегда воображение. Знаем мы об этом, не знаем, оно всегда включено. Но Господь хочет, чтобы мы контролировали своё воображение. Что бы мы взяли ответственность. Понимаете, свобода – это ответственность. Ответственность за то, о чём я думаю целый день. Ответственность за то, чего я хочу на самом деле. Ответственность за то, что я могу своим воображением создать. Ответственность за то, что я говорю своими устами. Ответственность за то, что я целый день думаю. Мы берём постоянно ответственность. И это очень-очень важно. И если мы не берём ответственность за свои мысли, за свои слова, за свои поступки, за свои дела и за свои воображения, то просто получается каос. Получается каос. Что вижу, то пою. Господь говорит, ты должен говорить то, что я сказал в Слове Божьем. Допустим. Он сказал, нищий скажет, я богат. И тут мы начинаем спорить, да нет, я не богат, у меня нет денег, у меня проблемы с деньгами. А Господь говорит, это то, во что ты уверовал. Но на самом деле ты богатый ребёнок. Больной скажет, он исцелён. Что мы говорим? Да нет, я не исцелён, у меня болит там, у меня болит здесь. И тут же включается воображение. Особенно, когда врачи дают нам диагноз. Особенно, когда мы начинаем смотреть в кошелёк. Особенно, когда мы начинаем смотреть в свои банковские счета. Включается воображение, и я нищий. И в этом мы начинаем веровать. И очень важно понимать, что нам надо научиться контролировать свои воображения. Если я воображу, что я нищий, то я буду постоянно в этом находиться. Если я начинаю учиться контролировать свои мысли и убираю мысли нищеты, и заменяю их на мысли богатства, процветания, славы, изобилия, то в какой-то момент мой, скажем, пароход, который назывался бедой, разворачивается в сторону победы. Неизбежно он развернётся, если мы будем понимать и прочувствовать то, что мы говорим, то, что мы делаем, и то, что мы чувствуем. И я хочу вам сказать. Знаете, когда я начинала даже свой бизнес, мой первый бизнес, основной бизнес, который у меня был, я была очень успешным человеком, но перед тем, как стать успешным человеком, я приняла решение им стать. Понимаете, нам очень важно принять решение, кем мы хотим стать. Играем мы главную роль в своей жизни или второстепенную роль? Нам надо принять решение. И сейчас, когда я зашла в БАД, у меня вот такой вот смайлик в БАДе. И я его, ну, я не знаю, наверное, рисовала в 2015 году. И Господь мне указал на него, говорит, посмотри, Нелли, что ты здесь писала. И здесь я написала на этом смайлике. Их виль, их кан, их вярды. Это по-русски я хочу, я могу, и я получу, я стану этим, я сделаю это. Вот. И вот эти слова я говорила тогда, когда я начинала бизнес. Их виль, их кан, их вярды. Я хочу. Я хочу стать лидером. Допустим, если я хочу стать лидером, я заявляю это в духовный мир. Я хочу стать лидером. Их кан – это я могу стать лидером. Обычно наш разум, так как он там ещё не был, говорит, ты не можешь стать лидером. У тебя не получится стать лидером. Как ты это собираешься сделать, стать лидером? Но ты должен заявить в духовный мир. Тебе дана эта власть. Я могу стать лидером. Кому-то надо стать мамой. Я могу стать мамой. Кому-то надо выйти замуж. Я могу выйти замуж. Кому-то нужно исцеление. Я могу исцелиться. И так далее. У вас есть эта сила заявлять то, чего вы хотите. Ихвиль, я хочу, да, я хочу исцелиться. Потом, я могу исцелиться. Исцелить свою финансовую сферу. Исцелить свои какие-то проблемы. Исцелить какой-то бизнес. Я могу это сделать, потому что в нас есть Дух Святой, который нам помогает. Сама я ничего не могу. Но с Господом я могу, потому что Он сказал, все можешь в укрепляющем тебя Христе. И поэтому я заявляю в духовный мир, что я могу это сделать. И Господь мне в этом поможет. Потому что это Его обетование. Он хочет, чтобы я это сделала. Чтобы я это смогла. И так же Ихвяда. Я стану, я стану исцеленной, я стану богатой, я стану счастливой, я стану любимой. Все, что угодно, все, что вы хотите, вы заявляете в духовный мир. Это очень-очень важно понимать. Положи намерение, и оно исполнится. Так говорит Господь. Положи намерение, и оно исполнится. Что такое намерение? Заяви в духовный мир, кто ты. Если ты заявишь в духовный мир, что ты нищий человек, ты будешь всю жизнь нищим человеком. Если ты заявишь в духовный мир, что ты богатый человек, то у тебя начнется процесс обогащения. Потому что ты заявил, что ты готов это принять. И весь духовный мир начнет посылать тебе людей, возможности, различные школы, различные движения. Вот как ко мне приходят ученики обучаться. В какой-то момент они просто заявили в духовный мир. Я не хочу больше быть бедным. Иисус, Господь, ты можешь сделать меня успешным человеком. Я не хочу больше быть неуспешным человеком. Я не хочу больше быть в поражении. Я не хочу больше растрачивать свои силы на ненужные вещи. Я хочу узнать, кто я. И вот такие люди приходят ко мне обучаться. Люди, которые реально хотят узнать. Не приходят со своим мнением, как это должно быть. А приходят пустые. Совершенно пустые. И говорят, я каждый день буду обучаться тому, чему ты хочешь меня обучить. Как я уже сказала, священное писание. Это академия. Ты не можешь изучить академию за какие-то там 2-3 месяца или полгода. Это академия. Ты постоянно врастаешь в это. Ты постоянно вырастаешь в этом. И это очень-очень важно понимать, что мы каждый день растём. Бог, Он Бог прогресса. Он не стоит на месте. Он прогрессирует. Как пастор Михаэль сказал, ну, раньше у нас были телевизоры, по которым нам надо было стучать и со скрепом переключать их. Ну, сегодня у нас плазма телевизоры, и всё краще, и всё лучше. И мы вчера, кстати, смотрели телевизоры, они настолько красивые, что тяжело оторваться от них. Бог, Он Бог прогресса. Но почему мы считаем, что мы в духовном не можем прогрессировать? Мы должны прогрессировать. Мы не можем оставаться трёхлетними детьми в духовном. Мы должны учиться заходить в духовные вещи и брать то, что нужно нам. И таким образом возрастать в духе. Возрастать – это не за один день, это не за два дня. Мы возрастаем. И вот когда ты говоришь «Ихверды», как я один раз сказала Богу, когда я к Нему пришла, сначала я это в бизнесе сделала, а потом я это сделала в духовном. И когда я зашла опять, как сказать, в духовное состояние и сказала, «Господь, моё намерение теперь узнать Тебя, моё намерение теперь узнать Твои намерения обо мне, моё намерение теперь постичь Твою истину, понять, кто я в этом, понять, как мне этим пользоваться, понять, что такое быть детём Бога, понять, как мне брать свои обетования, которые Ты мне обещал через Библию. Я хочу всё это понять». И Господь начал меня этому обучать. Ему так важно, чтобы мы пришли и сказали «Я не понимаю в этом ничего». Он не обучает людей, которые приходят. Я извиняюсь, прервалось что-то. Он не обучает людей, которые всё знают. Он говорит, «Я возьму немудрое этого мира и посрамлю мудрое этого мира». Значит, если кто-то считает, что он уже мудрый, то он не сможет этого человека ничему новому обучить. И поэтому он берёт немудрое этого мира, который говорит, «Я ничего не знаю, я хочу всему новому учиться, я ничего не понимаю, я вижу, что что-то в моей жизни не клеится, и я хочу теперь научиться этому». Вот таким образом Господь начинает с открытым сердцем человека обучать. И это хорошая почва. Так вот, у нас есть дар, ребят, входить в духовное состояние и мечтать с Богом. Мы сегодня хотели поговорить о дарах. И это очень важно понимать, что когда ты понимаешь, что ты творец, вот из позиции Творца, я задала намерение, сказала «Я хочу», и сказала, что хочу, потом я сказала «Я могу», да, если бы я сказала «Я хочу, но я не могу», да, было бы сложнее. Но я должна была сказать, что «Я могу», «Я верю в то, что я это смогу». И третье «Я буду». Папа, я буду, чего бы мне это ни стоило, я буду. Я буду заниматься собой, я буду провозглашать, если надо, я буду исповедовать день и ночь, я буду слушать тебя, я буду проповеди слушать, я буду своих учителей слушать, я буду своих наставников слушать. Папа, я буду выполнять всё, что говорит Твоё Божье Слово. Папа, я хочу знать, как это работает, и поэтому я намереваюсь учиться. Учиться от Господа Иисуса Христа и от человека, которого Ты мне поставил. И я с благодарностью принимаю все Твои дары и все Твои благословения. Вот такая молитва была у меня к Отцу. И если я чего-то не понимала, Он мне просто это раскрывал, потому что моё сердце было открыто, я не говорила, ну, а я знаю вот так, да, что ты мне тут рассказываешь, а я вот так знаю. Но я понимала, что Папа приведёт меня к людям, которые знают больше, чем я. И я понимала, что Папа покажет мне вещи, которые я не знала, поэтому я и пришла к нему. Вот, и я начала учиться, и я поняла, что воображения, они постоянно с нами, и мы воображаем постоянно что-то, но, дорогие мои, мы воображаем чаще всего то, что видим. Если мы видим вот эту катастрофу сейчас в мире, мы её целыми днями и воображаем. Если мы видим, что у нас что-то творится в семье, то мы чаще всего это и воображаем. Что происходит? Мы не выходим из этого круга. Мы вообразили и опять получили. Мы вообразили и опять получили. Мы вообразили и опять получили. Это становится хуже, это не становится лучше. Но мы творцы, и мы можем выйти из этого воображения. Мы можем приказать вот этому то, что нам мешает отойти от нас. Это дух, ребят, это дух воображения. Это дух, который показывает, дух этого мира, который показывает нам постоянно картинки трагедии какой-то. Вот если ты сделаешь так, вот это закончится вот так плохо. Если ты сделаешь вот так, это закончится вот так. И мы уже воображаем, и оно именно так и происходит, оно именно так и заканчивается, как мы воображаем. Но Иисус, Он сказал, Нелли, ты можешь войти в духовный мир, закрыть глаза, попросить Духа, чтобы Он показал, как это может закончиться, и даже сказать, как это закончится. И именно этому я хочу тебя научить, чтобы ты царствовала и владычествовала, чтобы ты говорила, как это закончится, чтобы ты говорила, как мы можем получить вот эти результаты, чтобы ты говорила, как будет человек реагировать, не Дух этого мира, а ты, как царский ребёнок, ты можешь владычествовать и царствовать. И вот этому я хочу учить на своих школах, потому что мы посажены свыше, мы выше всех, мы царствуем, мы царствуем над обстоятельствами, если мы знаем, как драгоценны мы. Мы можем быть верующими людьми, любить Бога, но при этом ничего не понимать в духовном мире, не понимать, какие у нас права, чтобы можно было реально владычествовать, царствовать и стоять над обстоятельствами, а не подчиняться вот этим обстоятельствам. Понимаете вы? И это очень важно, когда человек это осознаёт, что я творец, я могу изменить обстоятельства своими мыслями, своим поведением, своим духовным ростом, потому что если я знаю, что я не нищий, и даже если у меня какие-то проблемы, то внутри корень, внутри меня знает прекрасно, что я уже повернула этот пароход, и я уже иду в сторону славы и богатства. Если я где-то болен, и я верю в эту боль, то она разрастается. Но если я расту духовно, если я принимаю решение быть, и говорю себе, я могу исцелиться, если во мне просыпается вот эта духовная сила, то я могу развернуть опять пароход из беды в победу. И так во всём, в семье, в бизнесе, в любви, в встрече нового партнёра, я могу своими мыслями реально рисовать картинки победы. И это решает каждый из нас. Хочет он рисовать картинки победы, хочет он научиться входить в четвёртое измерение, как Авраам, он вошёл в четвёртое измерение, и бог ему начал показывать, что он будет отцом множества. Но он не мог быть отцом множества, потому что он был стариком, ему было сто лет, или сто десять даже, а Саре девяносто, и она никогда в жизни не рожала, потому что она была бесплодной. А бог говорит, ты будешь отцом множества. И так же бог может проговорить в вашу жизнь и сказать, а у тебя будет великое служение, тебя будут десять тысяч человек слушать. И ты говоришь, да нет, да нет, это вообще невозможно. А он говорит, возможно, просто ты должна отдаться мне, ты должна поверить, ты должен поверить мне, и тогда у тебя всё получится. И вот Авраам вышел из шатра, не стал больше смотреть на свои обстоятельства, на свою бесплодную Сару, а вышел и начал смотреть на звёзды, на то, что обещал бог. И он говорит, подсчитай звёзды. А тот ему говорит, ну, столько звёзд я не смогу подсчитать. И тот ему говорит, ну, тогда песок подсчитай. Он говорит, ну, столько песка я не могу посчитать. Он говорит, так вот столько детей будет у тебя, Авраам. Это для тебя ты бесплодный. Этот мир говорит, что ты бесплодный. Но я Бог большой величины. Я Бог великого. И если ты поверишь мне, что ты не бесплодный, что ты великий человек, я смогу открыть для тебя двери и возможности, которые тебе даже не снились. И так Авраам поверил Богу, несмотря на то, что у него были вот именно такие обстоятельства. Он просто взял и поверил. И вот так мы должны действовать, потому что мы дети великого Бога. И мы говорим Богу, Бог, я хочу, да, как он сказал, отцом множество стать, да, я хочу сына. Он очень хотел сына, и у него не получалось. Вот так как Сара была бесплодная. Вот. И я хочу, я могу, я могу учиться. Если я чего-то не могу, то я могу этому научиться. Правильно или нет? Если я чего-то не могу, папа, я обязательно этому научусь. Это я могу. Я, может быть, не могу сейчас 10 тысяч людей тренировать. Может быть, еще не могу. Но я же могу этому научиться. Можешь, дочь, можешь, сын. И таким образом Господь говорит, если ты открыт, если твое сердце открыто учится, то я посрамлю твоей глупостью мудрых этого мира. Потому что я создам тебя просто реально заново. И это то, что Господь мне показал. Нелли, мечтай со мной. Закрывай глаза. Проси меня. И я прям просила. Господь, приди, помоги. Покажи мне, как это сделать. И Господь, Он учил меня, потихонечку вводил меня в это. И я могла таким образом входить в это состояние Творца. И тогда я поняла, ребят, что сотворять новое это то, что вложено в нас. Это не то, что придумала я. Это не то, что придумал какой-то человек там воображать, визуализировать. Нет. Это вложено в нас, потому что мы по его подобию созданы. Мы созданы по подобию Отца. Так говорит Библия. А раз мы созданы по подобию Отца. Ребят, ну это же понятно, что мы тогда и Творцы. Он же Творец. Он сотворил небо и землю. значит, мы также можем сотворять свою реальность. И поэтому я всех приглашаю на свою школу и хочу вас научить ставить намерения и получать то, чего вы на самом деле хотите с Господом. Не то, что вы себе сможете сотворить, потому что то, что вы себе сотворите, это вчерашний ваш опыт. это то, что вы реально уже видели где-то. И поэтому вы сотворите именно то, что вы уже знаете и видели. Но Бог, когда начинает творить, ребят, Он сотворяет всё новое. Он говорит, я творю, си творю всё новое. Си – это сейчас. Я сейчас творю для тебя всё новое. вот ты меня слушаешь сейчас, а я уже сотворяю в этот момент всё новое. Потому что ты открыл сердце, пришёл сюда, спасибо вам за это огромное, пришёл сюда, и я уже в этот момент сейчас вот взял Нелли, да, и сотворяю сейчас уже с тобой всё новое. Потому что ты открыл своё сердце, ты сказал, да, папа, я ничего не знаю, я хочу научиться, и поэтому я иду сейчас к этому человеку, чтобы ты говорил в мою жизнь. И я прям так в баннере и подчеркнула, я так в баннере прямо написала драгоценной моей, что реально услышьте слово от Господа, получите слово от Господа, каждый мой эфир, каждая моя школа несёт послание от Господа. И сегодня кто-то скажет, вау, я творец, и да, я, ещё чего-то не могу, но я могу этому научиться. Вот что важно. Мы можем сказать, что мы не можем, мы имеем право это, мы можем даже признаться, и это даже здорово, потому что когда мы всё можем, тогда уже Иисус ничего не может. Но когда мы ничего не можем, мы признаёмся в том, что мы не можем ничего, в этот момент Господь говорит, хорошо, а ты готов учиться? Готов. Значит, ты придёшь и будешь учиться. И я буду через этого человека говорить в твоё сердце, в твою душу. И я научу тебя, я научу тебя, как ты можешь со мной мечтать. И чем ближе ты будешь ко мне, тем больше я могу тебе показать. Ребят, я могу уже входить реально в будущее. Я была уже в прошлом. Я могла какие-то моменты из прошлого прям стереть. Реально Господь меня вводил просто из этого состояния, вводил меня в прошлое. Я могла какие-то моменты стереть, где, может быть, я себя нехорошо чувствовала, может быть, где-то там меня обидели. Эти же обиды мы несём опять же в будущее, а зачем они мне там нужны. И поэтому я заходила в прошлое, стирала какие-то моменты и говорила это истории обо мне. Это вообще не Нелли, это вообще не я. Я есть дух животворящий, я есть сила, я могущество, я волшебница, я чудесница. Причём тут вот эта вот старая моя жизнь. Это вообще не я. Это вообще не, это вообще не ко мне. Вот. И это со мной не связано. И я могла выйти из состояния сегодня, войти в состояние прошлого, войти в этот момент и просто начинала стирать как резинка. Стираешь, вот я просто брала кровь Иисуса Христа, которая стерёт всё на свете, сотрёт, и убирала это из моей памяти, потому что мне это больше не надо. Это были какие-то вещи, которые насеял враг, которые насеял этот мир, и это со мной вообще не связано. И это вообще не ко мне. И не к вам, драгоценные мы, и не к вам. Даже если вам что-то плохое в этой жизни сказали и сделали, это вообще не к вам. Это вообще не вы и с вами это вообще ну никакого отношения не имеет. Поверьте мне. И поэтому Господь говорит, да это не часть тебя, Нелли. Зайди, стери и всё и убери. И не бери это в будущее. Всё, это уже это прошлое, это уже стёрто. Ты пришла ко мне, и в этот момент ты принадлежишь мне, и ты чиста, и ты царица, и священница, так говорит Священное Писание. И даже если ты ещё у хозяина там, я не знаю, помогаешь полы мыть, ты всё равно царь и священник. И независимо от того, чем ты занимаешься, ты царь и священник. И это очень-очень важно понимать, драгоценные мои. Это сила внутренняя, это понимание, кто ты. И именно это понимание сделает тебя этим царём и священником, независимо от того, чем ты сейчас занимаешься. Вот. Это просто работу, которую ты выполняешь. Но это не часть тебя. Ты просто какую-то работу выполняешь. Так же, как мы деньги получаем. Мы получаем деньги, но это не часть нас, это просто деньги, которые приходят, уходят, приходят и уходят. Нам дали их как бы подержать в руках, поносить, попользоваться. Может быть, какие-то благородные вещи сделать, может быть, кому-то помочь, может быть, какое-то служение поднять, может быть, понаслаждаться жизнью, но это не часть нас, мы больше денег, мы больше всего, ребята. И это всё ложь, когда мы за что-то держимся. Когда мы за что-то держимся, мы не понимаем, насколько мы на самом деле важны, насколько мы высоко оценены Господом. вот у нас деньги это высокая честь, почётность, да, но мы есть цари и священники, нам не нужны деньги для того, чтобы все хорошо чувствовать, ребят. Они просто приходят для того, чтобы делать какие-то великие дела с Господом. Они приходят, чтобы наслаждаться жизнью, но они не делают тебя красивее, сильнее, потому что ты можешь быть красиво одета внутри, ну, ничто, понимаете, слабым, постоянно быть в страхах, постоянно быть каким-то неуверенным в себе. Деньги ничего сами по себе не делают, ребят, вы больше денег. И поэтому я заходила в прошлое, вычищала все эти программы, эту ложь сатаны, которая насел мне этот мир. Потом он вводил меня в будущее и говорил, вот оно, твоё будущее. И если ты увидишь, какое будущее приготовил для тебя Господь, ты больше никогда не отойдёшь от этого. И ты скажешь, Господь, реально, я готов учиться, я готов развиваться туда. Если я посажена уже с Иисусом по правую руку, если я за столом уже царским, то я хочу сегодня уже здесь и сейчас на планете Земля чувствовать себя царём, создателем, священником и делать твои дела, восхищаться тем, что ты мне показываешь и быть экспертом в своём деле, потому что ты мне даёшь эту экспертность. Не потому что мне этот мир что-то преподал, какое-то трение что-то преподал, а потому что ты, Господь, меня реально через своё Божье Слово формируешь, обучаешь, лепишь заново и реально очищаешь меня как сосуд, чтобы Дух Святой мог через меня реально прославить Господа Иисуса Христа на этой планете Земля. Вот что хочет Иисус делать в моих школах, вот что хочет Иисус давать детям Божьим, чтобы они понимали, они творцы. И любой бизнесмен, если он умеет этим владеть, он может зайти в прошлое, убрать какие-то вещи из прошлого, допустим, где были поражения, удары какие-то, потери денег, допустим, бизнесмен, который вкладывает деньги, а у него уже были потери, можете себе представить, как он себя чувствует, он уже заходит с этими деньгами в какой-то бизнес, и уже у него под сознание программа говорит ему опять потеряешь, и так оно и будет, потому что мы даже не знаем, какие программы внутри нас, а Дух Святой очищает нас, убирает это все, и эти программы, они в какой-то момент настолько исчезают, что ты просто реально становишься чистым сосудом, и тогда приходит новая программа, у меня все получается, я все могу в Господе Иисусе Христе, я великий человек, у меня миллион возможностей, у меня море возможностей, для меня открываются двери, которые только Бог может открыть, я вижу вещи, которые другие не видят, я слышу вещи, которые другие не слышат, я понимаю больше, чем другие понимают, я имею знания от Господа, у меня ум Христа, и ты начинаешь говорить совершенно другие вещи, потому что тебя больше не держит старая, это старая программа, ребята, вся проблема в нашем уме, горе от ума, уже Грибоедов говорил, горе от ума, потому что наш ум говорит, кто мы, но это неправда, это даже не часть нас, это вообще не связано с нами, и поэтому очень важно пройти вот эту очистку, понять, кто ты, и начать сотворять с Господом и входить четвертое измерение, показывая картинки Господу, показывает Господь какие-то картинки тебе, и когда ты заходишь туда, ты уже там побывал, вот, я иногда вот закрываю глаза, хочу посмотреть что-нибудь, я уже вижу, как я сижу там, как я разговариваю, что мне говорят, я уже прочувствовала это, я уже прожила это, я уже точно знаю, с кем я встречусь, я знаю точно, кто будет, я знаю, какие люди что мне скажут, и это всегда позитив, с Иисусом это всегда позитив, сам человек, он рисует то, что вчера с ним произошло, если этот человек там буянил где-то, допустим, на день рождения, да, и ты приходишь на следующий день рождения, ты уже спрашиваешь, а этот человек будет там, да, потому что эта картинка осталась у тебя, и ты не можешь как человек один сотворить новую реальность и сказать, не, этот человек сегодня буянил не будет, у тебя в памяти печать уже, что это будет именно так, как это было тогда, но Бог, он берёт и говорит, нет, 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 ты сотворишь сейчас свою реальность, и ты скажешь, как будет, и вот это вот круто, и там, где мы боимся, он берёт вот так вот, страх убирает и говорит, как будет, ребят, и когда ты понимаешь, как будет, ты уже как победитель живёшь, у тебя победоносная жизнь, это то, что Иисус сказал, и вышел, чтобы победить, и когда ты понимаешь, как на это влиять, ты выходишь и побеждаешь, любую войну, любую игру, я как-то написала на своей фотографии, я или победитель, или игра ещё не закончилась, вот, вы можете тоже себе где-то это нотировать, да, или победитель, или игра ещё не закончилась, а почему? Да потому, что мы победители во Христе Иисусе, Он сказал, я даровал вам победу, вот, и если я чувствую, что победы нет, так это просто, потому что не хватает веры в Его победу, вот и всё, и когда вы начинаете познавать Иисуса Христа глубоко, начинаете менять мышление, начинаете качать веру, начинаете духовно развиваться, вот тогда вы начинаете побеждать свои мысли, своё прошлое, какие-то вещи в будущее вносите, и становитесь пустым сосудом, который сотворяет свою реальность просто заново, вот такие вот интересные вещи, вам интересно то, что я рассказываю? кто-нибудь хочет ко мне подключиться, у нас есть время ещё? говорите со мной, пожалуйста, может вопросы какие-то есть, напишите комментарии, напишите вопросы, Эдуард, у нас есть ещё время, чтобы 10 минут? 5-10? Ну, это не очень много, я скажу. Так. Ну, время на исходе, Саша пишет уже. Это очень жалко, нам на 2 часа надо выходить. Вот. Но есть вопросы какие-нибудь, ребят? Я очень хочу, чтобы вы понимали, «Воскресенье» у нас бесплатная школа для новичков. Заходите, пожалуйста, и посмотрите, чему вы можете научиться. Мы проходим реально Библию, Дух Святой двигается очень мощно, происходят различные чудеса. Но самое главное, что в нашей школе происходит, это реальное понимание, кто ты. Тебя просто переобувает. Можно переодеть человека, он стоит красивый, одетый, но при этом в голове бардак, салат, компот, я не знаю, всё, что угодно, потому что он не может контролировать свои мысли. Это не просто позитивное мышление. Если бы это было позитивное мышление, Иисус сказал, «Учитесь позитивно думать», но Он сказал, «Преобразуйтесь духом ума вашего», значит, это Дух. Это Дух, который должен преобразоваться в Дух мышления Иисуса Христа. Вот как Он нас видит, вот так вы должны увидеть себя, драгоценные мои. Вот это очень важно понимать. И вот на этой школе как раз-таки мы учимся вот этим духовным вещам. Как входить в прошлое, как входить в будущее, как очищать прошлое, как создавать будущее, как входить в состояние здесь и сейчас. И, конечно, как убирать злость, ненависть, агрессию, обиды, зависть, огорчения какие-то, страхи. Это всё делает Дух Святой. Это не я, это абсолютно вообще со мной не связано, это просто мой сосуд, который я ему дала для того, чтобы он мог говорить. Но когда я говорю, происходит нечто чудесное, и человек начинает преображаться в Господа. Он сказал, преображайте свой ум и преображайтесь в меня. Так если мы смотрим на Господа, находимся в Его славе, хотим учиться, мы преображаемся в Него, в Его характер, в Его милость, в Его щедрость, в Его доброту, в Его любовь, в Его мудрость. Понимаете? Вы теперь понимаете, что вы не можете с полным сосудом туда прийти, потому что у нас нет этой мудрости, у нас нет этой доброты, у нас нет этой любви, у нас всего этого не существует. Понимаете? Нам дали какую-то часть там любви, пока нас гладят по головке, а потом, когда нас перестают гладить по головке, куда-то любовь и девается. Также мудрости никогда у нас так особо сильно не было. Вот. И поэтому, как пустой сосуд, ты должен прийти к Господу и сказать, Господь, сколько бы это ни длилось, я не могу, но я задала, я задала направление в духовный мир. Их виль, их кан, их вяды. Я хочу учиться от Тебя, я могу учиться от Тебя, и я стану тем, с кем ты хочешь, чтобы я был. Спасибо, Маришка, спасибо. Спасибо, что ты с нами, спасибо, что ты видишь уже большие результаты. Посвидетельствуй нам, пожалуйста, на школе обязательно. И, может быть, в группу, если можно. Если ты уже видишь большие результаты, буду очень-очень рада. Вы не представляете, как важно свидетельство. Ребят, свидетельство поднимает человека делать что-то. Да, свидетельство, он говорит, и будете мне свидетелями. Он даёт какие-то результаты человеку, а потом он хочет, чтобы свидетельство о его славе. Не меня там прославляли, а слава Божья, чтобы была в свидетельстве. Да, вот Господь сделал для меня вот это, да, через школу, может быть, Нелли, да, но Господь сделал это для меня. Он сделал вот это, он сделал вот это, потому что он Нелли так же поднимал и проводил через невероятные вещи драгоценные, и чтобы сегодня я могла вам помочь. И я рада, что большие результаты, Мариш, правда, большие результаты, это не маленькие результаты. Я хватаюсь за каждое слово, и я говорю, пусть будет ещё больше во имя Иисуса результатов у всех вас. Просто класс, просто класс. И что ты хочешь учиться, и что вы хотите все учиться. Я восхваляю Бога за вас на самом деле, что ваше сердце открыто. Это хорошая почва. Это хорошая почва, куда Господь может реально закинуть семя. Потому что если почва плохая, неразрыхлённая, всё знает уже, всё умеет, приходит и рассказывает как надо, то, извините меня, в эту почву это как в цемент положить семя, да, или как в асфальт кинуть семя. Там, Иисус говорит, ничего не разрастётся. А если ещё и колючее сердце, которое вообще говорит, да, это вообще ерунда, всё то, что Нелли рассказывает, это вообще не то. Вот. Оно ещё и колючее, да, оно ещё возмущается, несмиренное такое. Так это колючки, куда семя попадает, говорит Иисус. И такое сердце вообще принимать ничего не может от Господа. И поэтому остаётся всегда на том же месте. Я хочу сказать, Иисус говорит, по плодам узнаете вы меня. Если у вас хорошие плоды, как Мариночка написала, я вижу большие результаты, а значит большие плоды, а значит большая слава Господу Иисусу Христу, понимаете? Но границ нет, границ нет, и это только начало. И это только начало. Если уже видишь большие результаты, представляете, что будете там через год, через два, через три, вы увидите ещё больше плода. И если мы пребываем на нём, мы как веточка, которая пребывает на лозе виноградной. Так вот, если ты пребываешь на нём, бываешь в его школах, в его славе находишься, пропитываешься им, дорожишь им, то его слава, она перетекает к тебе в эту веточку, друзья мои. А если этот сок перетекает в веточку, то это же понятно, что в этот момент будут и плоды. Вот, я радуюсь за ваши плоды, правда, я вижу у Эдуарда огромные плоды, огромные плоды. Мы обязательно расскажем на школе, какие у нас тут плоды огромные, да, и он убирает его сейчас от всех, отовсюду, убирает от всех тестов. Он живёт совсем другой жизнью, он дышит совсем по-другому и убирает от всех работ. Это так замечательно, когда ты на это смотришь, как Господь хочет показать своему Сыну, ты царь, ты священник, ты не раб этому миру. И вот за это большое-большое халилуя к Господу, да. Вот. И также и Александра он поднимает, я вижу конкретно, его бизнес растёт, цветёт, он тоже убрал его с работы и посадил реально на место, где течёт молоко и мёд. И это круто, как Иисус сказал, я введу тебя землю изобилия. Вот. И он ввёл его землю изобилия. И это тоже замечательно. И так мы растём в Господе. Друзья мои, я очень благодарна Богу за то, что вы у меня есть. Спасибо за то, что вы присоединились. Да, я верю, Мариш, я тоже хочу больше. Вот, правда, я много с Господом уже пережила и получила. Вот. Но я чувствую, что это столб пошире. Да? Вот. И это какой-то новый уровень, какая-то новая волна какая-то. И я тоже хочу пережить именно славу Господнюю. Не мои какие-то старания, действия, и потом запыхаться, и прочувствовать, себя какой-то усталой, замученной. А именно его старания и действия в моей жизни. Да, я тоже хочу больше. И я верю, все, кто присоединились, и все, кто будут потом слушать, это будут люди, которые хотят больше. Вот. Люблю вас очень. Если нет у вас никаких вопросов, драгоценные мои, я жду вас на воскресной школе. присоединяйтесь. Ссылка будет в Luxury of Christ в нашей страничке Telegram. Там ссылка. Присоединяйтесь, вы найдёте везде эту страничку, и в Facebook, и в Instagram, и в YouTube она стоит. Вы везде найдёте эту ссылку. И я буду очень-очень рада с вами пообщаться напрямую, да, так как школа ещё свежая, такая новенькая, можно ещё общаться вот так напрямую, да. Потом будет, конечно, сложнее. Но сегодня Дух прям реально говорит каждому из вас. Вот. Я люблю вас. Дух Святой любит вас безумно и очень хочет вас обучать и вам помогать. Всего вам доброго. Пока-пока. Пока-пока. Да, Саша, я рада, что ты придёшь тоже на школу. Ты наш помощничек. Столько помощи от тебя идёт. Классно. Спасибо огромное. Сегодня все ссылки поставил у себя в Instagram. Огромное-огромное спасибо. Я знаю, что Господь тебя мощно поднимает и пусть Бог тебя благословит по Своей славе. Не так, как ты это сможешь сделать, а как только Он может по Своей славе тебя благословить. Спасибо. Ты много служишь Господу и халилуя. Да. Служите Господу, друзья, и вы не поверите, Он просто перевернёт вашу жизнь. Классно. Спасибо. Спасибо, спасибо за все сердечки, за все лайки, за все слова благодарности. Огромное вам спасибо. Всем, всем, всем. Всё. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!